Трагедия в Италии. Официального подтверждения погибших нет, но до сих пор из-под снега не достали 30 человек. В Германии потеряли след трёх потенциальных террористов, а турецких имамов подозревают в шпионаже. В Берлине почтили память погибших в теракте на рождественской ярмарке. В Бундестаге работу начали с минуты молчания. Православные христиане отметили крещение Господне, последний праздник рождественского цикла. Число жертв схода снежной лавины в Италии увеличилось до четырёх. Ещё более 30 людей остаются в отеле под снежными завалами. Местные СМИ распространили видео из погребённого под снегом четырёхзвёздочного отеля «Ригопиано», который расположен на склоне горного массива «Гран-Сасо» в регионе Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в центральной части страны в среду, погребла под собой гостиницу. В тот момент там находились 34 человека, 22 постояльца, 8 сотрудников и четверо гостей. Сейчас речь идёт о неопределённом количестве пропавших без вести людей. Мы говорим о количестве тех, которые официально находились в отеле. Это персонал и гости, которые зарегистрированы. А на самом деле их может быть больше. Незарегистрированные гости и просто посетители ресторана. Спасатели и техника работают без перерывов. Работу усложняют погодные условия. Очень много снега. К нам присоединились специальные подразделения армии, которые специализируются именно на поиске людей в снегах. Один из тех, кого спасли, рассказал, что вышел из здания, чтобы забрать вещи из машины, и лишь поэтому остался жив. Его семья находится в отеле под завалами. Постояльцы и работники Ригопиано всё ещё числятся пропавшими без вести. По данным спасателей, снег частично разрушил четырёхэтажное здание и сместил его примерно на 10 метров вниз по склону. Спасатели говорят, что из-под снега видны лишь последний этаж и крыша здания. Рядом с главным корпусом гостиницы находился крытый бассейн. В последние несколько дней в центральной части Италии идут обильные снегопады. Высота сугробов местами достигает пяти метров. Это сильно затрудняет спасателям и сотрудникам экстренных служб доступ к отелю Ригопиано. Сейчас спасатели продолжают разгребать завалы. Арктический циклон по-прежнему бушует над большей частью Европы. Хотя и потеплело на пару градусов, снегопады и снежная буря продолжают атаковать центральную и восточную часть. Пока в Италии и в горных районах снегопады привели к лавинам, во Франции, в северной части страны, несколько снежных штормов ударили по регионам Нормандия, Пикардия и Норпаде-Кале. Там парализованное автосообщение, нарушенное энергоснабжение. Из-за порывов ветра без электричества остались почти 200 тысяч человек. Стихия просто пообрывала линия электропередач. Сейчас на Атлантическое побережье опять поступает холодный воздух. Снег идет не так интенсивно, но зато температура опять начала снижаться. В соседней с Францией Испании также небывалая холода. Снег выпал даже в Андалусии, регионе, который снег видит чаще на фотографиях. По всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения из-за аномальных холодов. Исключение составляют только Канарские острова. А местами в Каталонии и Арагоне температура воздуха составляет минус 12. Невиданный показатель для этих мест. Кроме того, из-за сильных снегопадов и ветров метеорологи и власти просят отказаться от путешествий в горы, где высока вероятность схода лавин. После трагедии в Италии испанцы прислушались к предостережениям. Помимо риска для жизни человека, ущерба от непогоды в Италии и Испании нанес еще один удар по сельскому хозяйству. Цены на овощи по Северной Европе стали расти, и эта тенденция продолжится после всех наводнений, холодов и недостатка солнца. Уже сейчас аграрии предупреждают о неурожаях. А климатологи пообещали вообще сокращение погожих дней в году. В большей мере это касается тропических регионов. А вот кому повезет, так это США и Канаде. Хорошая погода уйдет туда. Пока же Америка страдает от Трампа и обильных снегопадов. Центральная, восточная и северная части регулярно оказываются под ударом снежных штормов, торнадо и аномальных холодов. Впрочем, уже сейчас стихийные бедствия пошли на спад. Американцам обещают долгожданное улучшение погоды уже на следующей неделе. И не теряют хорошего настроения германские оптимисты. В баварском городе Венценбах благодаря обилию снега появилась новая скульптура. Это голова Дональда Трампа. А также две небольшие руки. В одной американский флаг, в другой расколотый топором земной шар. Как сообщает Deutsche Welle, срок полномочий этого Трампа истекает в ближайшую оттепель. Немецкие власти упустили след трех радикальных исламистов, которые могут быть опасны. Об этом сообщил член фракции СДПГ на заседании в Бундестаге Бурхардлишко после заседания Парламентского комитета внутренних дел. Это огромный риск для безопасности. И мы все, органы безопасности, политики, должны гарантировать, что такого больше не повторится. Это значит, что нам нужно в корне пересмотреть отношения к потенциальным преступникам. Нам нужно ускорить процедуру задержания потенциально опасных людей, будя не иностранцами или гражданами Германии. Нужно упростить процедуру депортации, разрешить использование электронных браслетов на ноге. Нам нужно более пристально следить за обязательной регистрацией всех приезжих, потому что на данный момент мы не знаем места пребывания трех потенциальных террористов. Бурхардлишко напомнил, что Анис Амри перед тем, как совершить теракт в Берлине, исчез из поля зрения спецслужб, несмотря на то, что его рассматривали как потенциального боевика. Министр внутренних дел Германии Томас де Мизьера объявил, что после рождественского теракта в Берлине германские власти проверят благонадежность около 550 мигрантов, подавших запрос о предоставлении им убежища. Проверкой благонадежности этих лиц будет заниматься специальное бюро по борьбе с терроризмом. После проверки властями будут даны рекомендации о предоставлении убежища или депортации из страны. По данным властей, около половины потенциально опасных исламистов, зарегистрированных в Германии, в настоящее время проживают за рубежом. 88 человек находятся под стражей. Де Мизьер после расширенного заседания Парламентского комитета внутренних дел призвал Бундестаг как можно быстрее одобрить ряд мер, которые облегчат работу полиции и спецслужбам по борьбе с терроризмом. Прокуратура ФРГ подозревает турецких имамов в шпионаже. Прокуроры подозревают, что имамы Турецко-Исламского союза, религиозных учреждений Германии передавали Анкаре информацию о живущих в ФРГ сторонниках проповедника Фетхолаха Гюлена. Прокуратура уже возбудила уголовное дело. Первым об этом сообщил член фракции «Зеленых» в Бундестаге знаменитый Фолькер Бек. Позже слова депутата подтвердила представительница прокуратуры. Следственные органы подозревают, что некоторые имамы передавали правительству Турции информацию о немецких сторонниках, проживающего в США проповедника Фетхолаха Гюлена. Распоряжение об этом якобы выдало Турецкое государственное управление по делам религий, которое отвечает также за деятельность Турецко-Исламского союза религиозных учреждений Германии. Статс-секретарь при министре внутренних дел ФРГ Оле Шрёдер заявил в Бундестаге, что федеральные земли должны проверить, выполняет ли Турецко-Исламский союз требования для религиозных организаций. По его словам, правительство Германии будет наблюдать за процессом и сделает соответствующие выводы. В частности, может быть изучен вопрос, оправдан ли особый статус, которым обладают имамы. Турецко-Исламский союз со штаб-квартиры в Кёльне занимается координацией социальных и культурных проектов в мечетях. Эта организация долгое время была ключевым партнером немецких властей в вопросе религиозного образования этнических турков. Главная цель её работы – не дать молодым мусульманам примкнуть к экстремистским движениям салафитов. Германия приняла в 2016 году более 100 тысяч членов семей беженцев. В 2018 году в ФРГ только из Сирии могут приехать более полумиллиона близких родственников мигрантов. В прошлом году приток Германии у членов семей беженцев увеличился примерно на 50%. Об этом сообщает газета «Дивелт». В 2016 году было выдано 105 тысяч виз на въезд в ФРГ для воссоединения семей беженцев, сообщили в МИД Германии на запросы здания. В 2015 году таких виз было 70 тысяч, годом ранее – 50 тысяч. Как отмечает «Дивелт», прибывшие в Германию члены семей не отражаются в официальной статистике беженцев, поскольку сами не подают заявление о предоставлении убежища. Федеральное ведомство по делам миграции беженцев прогнозирует, что на каждого сирийца в Германию может приехать в среднем плюс один член его семьи. Напомним, правительство ФРГ в ходе миграционного кризиса на два года приостановило действие закона, по которому беженцы могут воссоединяться с членами своих семей. После отмены моратория в 2018 году не исключено, что к полумиллиону прибывших в Германию сирийцев приедут примерно столько же их родственников. Между тем, Германия в прошлом году приняла обратно 12 тысяч потенциальных беженцев из других стран Европы, как того требует Дублинское соглашение. Связано это с тем, что мигранты, попав в ЕС, подали заявление на предоставление убежища в Германии и после этого уехали в другую страну. Большинство мигрантов ФРГ приняла из Швеции, Нидерландов, Швейцарии, Дании и Бельгии. В то же время немецкие власти выслали 4 тысячи мигрантов в соседние страны. Фрукты, овощи и беженцы. Нелегального мигранта из Ирана задержали на украинско-румынской границе. Он ехал внутри автомобиля-рефрижератора, который вез овощи и фрукты из Турции. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины фактически спасли ему жизнь. Незадачливый путешественник находился в рефрижераторе около трех суток и вполне мог погибнуть от переохлаждения. Сейчас человека доставили в пункт временного содержания пограничного поста черновцы. Ему окажут медицинскую помощь. По закону его дело должен рассмотреть суд и, скорее всего, его депортируют на родину. По данным Украинской государственной погранслужбы, целью назначения беженца была не Украина, а Германия. Именно в ФРГ он пытался въехать нелегально, а потом получить статус беженца. Но, видимо, выбрал не ту машину. Ошибка могла произойти из-за того, что на грязном борту рефрижератора от руки было написано слово «Гамбург». Солдаты и спасатели ведут поиски пожарных, оказавшихся под руинами высотного здания в центре Тегерана, которое загорелось и рухнуло утром в четверг. Врачи оказывают экстренную помощь раненым. Как сообщила государственная телевидение Ирана, травмы получили по меньшей мере 75 человек, в числе пострадавших 45 пожарных. Власти опасаются, что многие из тех, кто остался под обломками, не выжили. По словам очевидцев, на их глазах разворачивалась сцена из фильма ужасов. Обрушение произошло, когда еще продолжались безуспешные попытки потушить пламя. По предварительным данным, причиной возгорания, произошедшего около 8 часов утра, стало короткое замыкание. Ранее президент Ирана Хасан Рухани распорядился незамедлительно провести расследование. 17-этажная башня делового и торгового центра Пласко было самым старым высотным зданием Тегерана. Оно построено 50 лет назад и в прошлом уже горело, сообщают иранские агентства. Большинство арендаторов, владельцы магазинов, ателье по пошиву одежды и тканских мастерских. Представитель управления пожарной охраны Тегерана сообщил, что съемщики помещений не раз получали предупреждение о неблагополучном состоянии Пласко. Власти эвакуировали жителей близ лежащих домов, а также сотрудников иностранных посольств, расположенных неподалеку от места происшествия. 60 человек погибли, 115 ранены в результате атаки террористов-смертников на военный лагерь в Мали. Среди погибших военные национальные армии Мали, а также граждане 18 стран США, Канады, Франции и других государств. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аль-Мурабитун», которая является подразделением аль-Каиды в исламском Магрибе. Группировки заявили, что нападение стало местью за сотрудничество военных с Францией, которая отправила свои войска в Мали 4 года назад, чтобы оттеснить исламистские группы из северных регионов. Теракт осуществили 5 террористов-смертников, управлявших заминированным грузовиком. Никто из них не выжил. Взрыв произошел, когда у военных проходили сборы. В лагере находились военнослужащие республики Мали, а также подразделения, осуществляющие совместное патрулирование согласно предложенной ООН-программе по снижению насилия в Мали. В стране объявили трехдневный траур по погибшим. В Мали немецкий бундесвер также принимает участие в миротворческой миссии ООН. В начале года правительство Германии решило увеличить число солдат бундесвера в Мали с 650 до 1000 человек. Также правительство ФРГ планирует отправить в Мали дополнительные транспортные и военные вертолеты. Миссия продлится до конца 2018 года. По меньшей мере 25 детей погибли. 40 человек получили ранения в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком в индийском штате Утар-Продаж. ДТП случилось в округе Этах. Автобус вез детей в школу, но в густом тумане столкнулся с грузовиком, перевозившим картофель. По словам очевидцев, автобус с детьми и грузовик ехали с большим превышением скорости. Полиция начала расследование инцидента. Прежде всего полицейские выясняют, почему дети ехали в школу в то время, когда все учебные заведения в штате закрыты из-за холодов. В Индии происходит наибольшее в мире количество смертельных ДТП в результате ошибок водителей, плохой работы полиции, плохих дорог и некачественных автомобилей. Ровно месяц прошел с момента нападения на рождественскую ярмарку в Берлине. На месте, где произошел теракт, сегодня почтили память жертву Аниса Амри. А в Бундестаге печальная дата стала поводом для единения разных политиков. Даже заядлые оппоненты сегодня вели себя непривычно тихо. Заседание началось с выступления председателя Бундестага Норберта Ламерта, в котором он говорил о трагедии и объявил минуту молчания. Был на заседании президент Иохим Гаук, который стал более активным в последние дни своих полномочий. Вообще, в Бундестаге сегодня было людно. Пришли даже коллеги из других политических ведомств, например, Берлинской палаты депутатов. Ее глава Ральф Виланд пообещал не забывать о погибших и раненых. Но когда уточнили, как именно, он разразился целой тирадой о том, что политики много времени тратят на пустые внутри и межпартийные переговоры, но не решают реальных проблем. Сошлись на том, что память будут чтить, пострадавшие получат компенсацию. После церемониальных процедур Бундестаг приступил к работе. Сегодня много говорили о безопасности, в том числе о законодательных мерах, которые позволили бы избежать подобных терактов в будущем. Напомним, 19 декабря тунисец Анис Амри за рулем грузовика протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина. Погибло 12 человек, еще полсотни получили ранения. Самого Амри спустя несколько дней застрелили полицейские в Италии. Завтра исторический день для Америки. Самый скандальный президент в истории страны вступит в должность. Это Дональд Трамп, представитель лагеря республиканцев, который умудрился за время после окончания выборов растерять значительную честь поддержки собственной партии. На инаугурации будут присутствовать более 800 тысяч человек. Уже известно, что Трамп во время церемонии принесет присягу на Библии, которая принадлежала Аврааму Линкольну. Но она не будет единственной. Он также принесет Библию, которую ему подарила мать в честь окончания воскресной школы в 1955 году. Какую Библию будет держать в какой руке, не сообщаю. Тем временем самоуверенный президент уже придумал слоган для президентской кампании в 2020 году. На этот раз он победил на выборах с призывом «Сделаем Америку великой снова!» «Let's make America great again», что сразу спровоцировало производство издевательских бейсболок «Let's make America great Britain again». «Сделаем Америку Великобританией снова!» Новый слоган «Сохраним Америку великой!» Трамп велел адвокату запатентовать его, чтобы использовать через 4 года. Тем временем, наконец-то, новоизбранный президент не зашел до того, чтобы прокомментировать многочисленное нарушение процедуры вхождения в президентскую должность. По его словам, президент должен быть не процедурным чиновником, а заводилой для страны. И продолжает быть заводилой для всего мира. В некоторых странах, как, например, Швеции, уже даже ввели термин «трампизация» — неадекватное, скандальное, вуйное поведение. Блок западно-африканских стран «ЭКОВАЗ» готов, в крайнем случае, военным путем урегулировать политический кризис в Гамбии. Сосредоточение войск и техники происходит в соседнем Сенегале. Нигерийское военное командование перебросило сюда подразделения сухопутных войск, а также вертолеты, боевую и транспортную авиацию. С напутственным словом к солдатам обратился начальник штаба ВВС Нигерии, маршал авиации Садик Баба Абу-Бакар. Ваша задача четко определена. Ваши командиры с вами. Мы рассчитываем, что, оказавшись на месте, вы будете выполнять свою работу профессионально и вести себя дисциплинированно. Нигерия и другие страны «ЭКОВАЗ» пригрозили санкциями и военной интервенцией президенту Гамбии Яхе Джамме. Тот проиграл 1 декабря выборы оппозиционному политику Адаме Барроу, но отказывается уступать власть. Джамме утверждает, что выборы прошли с нарушениями и обвиняют внешние силы во вмешательстве во внутренние дела страны. Концентрация сил блока в Сенегале – превентивная мера на тот случай, если в Гамбии начнется вооруженный конфликт между сторонниками Джамме и Барроу. Роль посредника в урегулировании кризиса взял на себя президент Мавритании Мохаммед Ульд Абделазиз. Он встретился из Барроу и с Джамме, чей срок на посту президента истек в ночь со среды на четверг. Сообщество стран Западной Африки стремится обеспечить мирную передачу власти в Гамбии, однако вариант силового смещения Джамме остается на повестке дня. Опасаясь дальнейшего обострения обстановки, страну покинули иностранные туристы. Британская компания «Томас Кук» эвакуировала около тысячи своих клиентов. Другие туроператоры последовали ее примеру. Православные в России отметили богоявление или крещение Господне – третий и завершающий праздник рождественского цикла. В этот день многие ныряют в прорубь, что символизирует крещение Иисуса Христа. Считается, что вода смывает все грехи. В подмосковном поселке Власиха около тысячи военнослужащих окунулись в ледяную воду, сообщили в Министерстве обороны России. Более 150 тысяч москвичей искупались в купелях и водоемах в четверг, передают местные здания. В столице было вырублено 59 иорданий прорубей в форме креста. Священники осветили их, и некоторые сами совершали погружение. Правда, в одежде. Крещенские морозы миновали столицу. Столбики термометров показывали 3 градуса ниже нуля по Цельсию. Желающие окунуться выстраивались в очередь, кутаясь в полотенце и халаты. Многие погружали в воду и своих детей. Всем советую. Это здорово. Ощущение, как будто на самом деле заново родился. Рядом со всеми местами крещенских купаний дежурили сотрудники МЧС. Они установили специальные палатки, где можно было переодеться, а также полевые кухни. Всем желающим предлагали согреться горячим чаем и подкрепиться кашей. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях.